Детский дом Мерхамед полностью расформирован, а на его месте появилось новое учреждение. Впрочем, тоже социальной направленности, но все же другого формата. Отказов в проживании детям-сиротам, в помощь им тут не откажут. Более того, поддержку смогут получить и их приемные родители. Сегодня только в набережных Челнах более сотни несовершеннолетних воспитываются в приемных семьях. Наша съемочная группа этим утром побывала на церемонии торжественного открытия Центра содействия семейному устройству детей. На протяжении 20 лет в этом здании располагался детский дом. За это время учреждение выпустило более 400 воспитанников. В августе прошлого года детский дом расформировали, а сегодня свои двери открыл Центр для приемных семей. Полное название учреждения – Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей, то есть учреждение будет многофункциональным. Наша задача – оказывать всяческую помощь психологическую, педагогическую, юридическую этим семьям. Параллельно будет работать школа приемных родителей. Она будет готовить новых кандидатов приемные родители. Планируется, что новое учреждение будет оказывать поддержку и тем, кто только готовится принять в свою семью чужого ребенка, и тем, кто уже сделал этот шаг. А помощь в решении проблемы консультаций по различным жизненным ситуациям окажут высоко квалифицированные специалисты. Эта работа в будущем позволит забыть совсем о таком понятии, как детский дом, уверены сотрудники Центра. Все-таки у ребенка должны быть мама и папа. Сегодня для нас знаковое событие. За последние два года в республике закрыто четыре детских дома. И это большой показатель республики, которая сегодня имеет социальную направленность. Очень хорошо, что сегодня у нас есть люди с добрым сердцем, которые готовы стать вторыми родителями детям, которые остались без попечения. Известно, что здесь будут оказывать существенную помощь также и выпускникам детдомов и интернатов. Попавшим в затруднительное положение по жилью предложат временное проживание в обустроенной тут социальной гостинице на 16 человек. Подобный центр содействия в Татарстане уже третий. В сферу его обслуживания входит вся юго-восточная часть республики.